Сыктывкар. Улица Кирова, дом 33. Казалось бы, ничего особенного. Улица носит имя одного из советских вождей, а дом, на первый взгляд, такой же невзрачный, как и двухэтажки на этой улице. Но так было не всегда. В марте 1907 года в Уссусольскую городскую думу поступило прошение у сусольского купца Василия Платоныча Комлина о желании построить в третьем квартале города под номером 17 двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте. Проект этого дома был составлен вологодским губернским архитектором Владимиром Аркадьевичем Альберти. Вот об этом человеке мне бы хотелось рассказать побольше. Мы прекрасно знаем, наверное, всех или многих наших скульпторов, которые оставили здесь свой след или оставляют свой след на карте города. Мы знаем композиторов, мы знаем наших поэтов, но практически мало, что знаем о тех людях, которые оставили, может быть, самый большой зримый след в истории наших городовых весей, ну и в частности города Уссусольска-Сыктывкара. Архитектор Альберти. Кто знает, может быть, он доводился родственникам другому Альберти, знаменитому итальянскому ученому, теоретику эпохи Возрождения, зачинателю новой европейской архитектуры. Он жил четырьмя столетиями ранее, в 15 веке. Так это или нет, неизвестно. Но объединяет их и роднит дело, которому оба служили, и слова, которые Леон Баттист Альберти написал в 15 веке. Природа, то есть Бог, вложила в человека элемент небесный и божественный, несравненно более прекрасный и благородный, чем что-либо смертное. Бог дал человеку крепость, стойкость, твердость, силу. Поэтому будь убежден, что человек рождается не для того, чтобы влачить печальное существование в бездействии, но чтобы работать над великим и грандиозным делом. Этим он может, во-первых, угодить Богу и почтить его, и, во-вторых, приобрести для самого себя наисовершеннейшие добродетели и полное счастье. Наш Альберти, возможно, считал так же, и потому творил и возводил не просто здания, а объекты, которые станут памятниками архитектуры. Владимир Аркадьевич Альберти. Автор, один из немногих известных архитекторов, которые строили на территории республики, на территории, точнее говоря, Коми-края, в конце 19-го, начале 20-го века. Родился Владимир Аркадьевич Альберти 11 мая 1865 года в области войска Донского. Первоначальное образование Альберти получил в Новочеркасском реальном училище, который закончил в 1884 году. И в том же году поступил в Петербургский институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. В 1889 году Владимир Аркадьевич закончил по первому разряду, то есть с отличием. В 1895 году Владимир Аркадьевич переезжает в Вологду, где ему предложили более высокую должность губернского архитектора. И на этой должности он проработал до 1899 года, где вступает уже в самую, так сказать, высокую строительном отделении должность губернского инженера. Безусловно, он оставил большой след Вологодской губернии, но немало объектов было построено на территории Уссусольского уезда Вологодской губернии. Ну, в частности, его кисти принадлежат к проекту Большелукской Николаевской церкви. Здание сохранилось и стоит и сейчас, правда, в заброшенном, насколько мне известно, состоянии. Далее Старожевской рождественской церкви. Все это на территории нынешнего Карткировского района. А также его кисти принадлежит и проект перестройки Пожигской Тройской церкви. Ну, в селе Пожиг, это в Усть-Куломском районе. Ну, и, как я уже сказал, это дом купца Василия Платоныча Комлина, который, в общем-то, до сих пор украшает улицу Кирова. Альберти и Комлин. Ровесники, дети XIX века. Они оставили о себе добрую память. И этот дом, построенный по образцу богато декорированных вологодских купеческих особняков, тому подтверждение. С 1921 года в нем размещался Совет народных судей Коми Автономной области. Затем областной военный комиссариат. А сейчас купеческая усадьба используется как общежитие офицеров военного комиссариата Республики Коми. Что же касается купца Комлина, своему стыду я, как историк, который не занимался краеведением, тоже узнала это имя не так давно. И мой интерес к Василию Платоновичу Комлину был связан не только с тем, что это наш родственник. Это прадед моего мужа. И поскольку жива еще внучка Василия Платоновича Комлина, она многое мне поведала о нем. И самое главное, что знакомство наше началось с дома, который стоит на улице Кирова, 33. Этот дом в настоящее время является последней деревянной купеческой усадьбой. Усть-Сысольск. Небольшой, уютный провинциальный город. Шесть тысяч человек. Десяток храмов, строили которые всем миром. Но благолепие города в основном попечение представителей купеческого сословия. Вот и купец Василий Комлин, которого сегодня редко вспоминают, очень много сделал для того, чтобы город выглядел как на картинке. Об этом купце, который, как я потом выяснила, на рубеже 19-20 веков и вплоть до революционных событий, был самым богатым и влиятельным купцом в Усть-Сысольске, я знаю мало. Мне моя мама принесла вот эту фотографию. Это наша семейная реликвия. Фотография, которая подписана лично Василием Платоновичем Комлиным. Там есть подпись, и здесь написано «Дарю сию карточку на добрую память Василию Ивановичу Беляеву, 1910 год, Василий Платонович Комлин». И его личная подпись. На этой фотографии дедушка Василий Платонович. Рядом бабушка Христина Ильинична из рода Поповых-Жеребцовых. Здесь изображена мама моей мамы. Эта фотография меня как раз и вдохновила на то, чтобы поглубже познакомиться с историей семьи Комлиных. Конечно, все приходилось добывать буквально по крупицам. Поскольку роль семьи Комлиных в истории Сыктывкара, экономической, социально-политической, культурной, была достаточно весома для провинциального города. Это были и богатые купцы, и влиятельные, которые участвовали в самоуправлении, которые занимались очень активно благотворительностью. Русское купечество считало для себя честью оказывать благотворительность. И поэтому ни одно событие, связанное с историей возникновения учебных заведений, учреждений здравоохранения, богоделин, монастырей, строительства и обслуживания храмов, библиотеки. Все это не обходилось без участия купцов. Благотворительность распространялась в том числе и на женскую гимназию председателем попечительского совета гимназии. Вот здесь первый выпуск женской гимназии. Здесь в числе прочих дочь Василия Платоновича, Надежда. Она была настоящей красавицей. Вот здесь она тоже изображена. И здесь Иван Платонович Комлин. Он был председателем попечительского совета. Попечительский совет собирался несколько раз в месяц и занимался тем, что решал насущные вопросы. И практически постоянно в числе гимназисток были девочки, чьи родители не могли обеспечить их одеждой, обувью, письменными принадлежностями, не могли оплатить учебу, не могли оплатить проживание в общежитии. И все это брал на себя попечительский совет. Даже в архивных материалах есть такой момент интересный, когда попечительский совет обращается к властям городским с тем, чтобы они позаботились о том, чтобы привезти воду с речки и для этого воспользоваться обозом с лошадью из пожарного депо. Благотворительная деятельность, конечно же, с началом Первой мировой войны достигла беспрецедентных масштабов. Это комитет, который основала супруга Сергея Александровича, Елизавета Федоровна. Отделение комитета находилось и в Сесольске. И, естественно, подписные листы, поддержка семей, чьи члены ушли на фронт. Кроме того, оба брата были в числе первых, которые взяли на себя содержание так называемых именных коек в лазаретах. И в течение всей мировой войны они обеспечивали необходимым материалом, необходимыми средствами тех, кто в этом лазарете лежал. Старые дома хранят немало тайн. Они многое помнят. Они могли бы об этом рассказать. О том, как строили и украшали город в начале 20 века, как разрушали и взрывали церкви в 30-е годы, когда Усть-Сесольск переименовали в Сыктывкар, и о том, чем отличается благолепие от того безобразия, которое сегодня стало нормой при планировании и возведении новых зданий. Достоверных сведений о том, как сложилась судьба архитектора Альберти, не сохранилась. По непроверенным данным, он продолжал работать и служить своим ремеслом и талантам не властям, а отечеству. Купец Василий Платонович Кумлин, как и многие, потерял почти все, что имел, сохранив лишь честное имя для потомков. Но разве этого мало? Купец shear